Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, сегодня у нас последний выпуск по карьере за игрока. В сезоне 22-23 мы доиграем полностью март-апрель, там один матч в мае, и закончим первый сезон. Понятно, что у нас уже сам сезон FIFA 23 подходит к концу. Скорее всего, я все наши карьеры, которые мы с вами начинали, это и карьера за тренера за Вейнаруни, и карьера за кругосветку, и карьера за игрока. Скорее всего, буду просто переносить на стримы, и там будем с вами просто это дело отыгрывать. Потому что, ну, надо как-то поскорее, все-таки, до какого-то логического конца это все дело довести. Ну, будем принимать такие вот радикальные меры. Итак, у нас на очереди игра против Останвиллы. Ну, вот Останвилла сейчас идет в топ-10 английской премьер-лиги. Ровно десятое место занимает, делят вместе с Волверхэмптоном. Поэтому, ну, интересный такой соперник, но не будем забывать то, что на предыдущей стадии мы выбили Манчестер-Сити. Поэтому такую команду, как Останвиллу, мы теперь, ну, просто обязаны выигрывать. Главное, чтобы никакого недонастроя не было по составу Останвиллы. Смотрите, у них, во-первых, Эмилиана Мартинес вратарь, ну, уже, получается, чемпион мира. Раз у нас здесь уже 1 марта 2023 года. Диего Карлос, хороший центральный защитник. Комара, Дэн Донкер, Филиппо Каутиньо, Бэмфорд, Буэнди. То есть, есть интересные игроки у нас лишь. Это только я. Ну, можно про себя говорить, что я действительно лидер все-таки с рейтингом 78. У нас в стартовом составе ни у кого нету рейтинга 75+. Только вот Дик, центральный защитник, и Тэму Пуки. Все. Ну, посмотрим. Играем главное дома. Правда, в дождливую погоду, но нам не привыкать. Поехали. Итак, Loftus Road. Пятый раунд Кубка Англии. КПР против Останвиллы. Давно, давно на самом деле. Я посмотрел 4 месяца назад, в последний раз, выходил у нас ролик за Харри Уолкера. Но посмотрим, что у нас будет. Давайте возьмем 3 удара. Мне кажется, мы сможем нанести. Хотя бы 2 из них надо 100% реализовать. Помукал. Буэнди обратно. Передача в центр на Дэн Донкера. Удар и гол. Вот так вот, друзья. Уже на 11-й минуте мы пропускаем от Останвиллы. Обидно. На самом деле обидно. Потому что прошлый матч против Сити, мы не пропустили от них ни одного мяча. И выиграли минимально 1-0. Но... Что я и говорил. Возможен недонастрой. Так, Пуки. И Уолкер забивает. Отлично. Буквально в последние минуты первого тайма у нас получилось стеночку такую отыграться с ТМ У Пуки. Неплохо здесь забежали. Вот все в один пас. Вы просто посмотрите. И от штанги мы забиваем. Если я не ошибаюсь, это наш первый удар. Даже, в принципе, первый удар КПР в этом матче. И сразу же удар в ссор. Вот Стивен Джерард недоволен пропущенным мячом. От молодого таланта. В принципе, уже можно говорить не чемпионшип, а в принципе, молодой талант Англии. Харри Уолкер. И если я не ошибаюсь, будет ничья, то будет еще один дополнительный матч. Бейли, вот. Только что я заговорил про ничейный результат по итогам матча. Леон Бейли забивает. Семь седьмая минута. Остан Вилла снова выходит вперед. Пуки. Еще дальше и надо забивать. А что там дальше было? Арбитр просто вот свистнул, представляете? Там ни офсайда, ничего, скорее всего, не было. Нам просто опять арбитр. Ну, такое частенько бывает с Уфеем. Не дает просто доигрывать моменты. Хотя они здесь уже даже в штрафной были. Ладно бы, там в центре поля. И вот мы видим расстроенное лицо Уолкера. Ну, не получилось нам сделать сказку в первом же сезоне в Кубке Англии. К сожалению, одного вот этого нашего удара в створ не хватило, чтобы пройти дальше. Ну, для истории обыграли мы Манчестер Сити, но в следующем же раунде проиграли Астан Вилли. Лучшим стал Филипп Каутиньо, который не гол, не голевую передачу ничего не сделал, но просто был важным игроком на поле. Наверное, делал обострящие передачи. Ну и по заданиям. Мы получили лишь рейтинг матча. Владение у нас 39%. И один удар в створ лично я нанес. Ну, а кому интересно, по следующим матчам, параллельным точнее на этой стадии, Булверхэмптон прошел Тоттенхэм, Манчестеринатед прошел Бристоль-Сити, Хаддерсфилд проиграл Портсмуту, Бормут обыграл Уимблдон, Арсенал прошел Кристал Пелос, Нотингем Форест по пенальти прошли Лестер-Сити и Ливерпуль прошел Фулхан. Ну, команды, в принципе, в следующем раунде тоже сильные забрались бы. А это Арсенал, это Ливерпуль и это Манчестер Юнайтед. То есть, ну, понятно, побороться можно было, если бы, конечно, не эти команды нам бы попались, но бороться надо было именно в матче против Астанвилы, но у нас, к сожалению, не получилось. Так, поражение в матче турнира. Нам надо что-то сказать, да? Поговорить с агентом о переходе в более успешный клуб, в следующий трансер на окно. Напомните всем, что сейчас нужно собраться. Если мы не выиграем, то точно не извлекаем урок. Напомним всем в раздевалке, что сейчас в команде нужно собраться. А, так это все одинаковое, да? Я давайте возьму очки стержня, потому что это у нас меньше всего в вот этом дереве индивидуальности прокачено. У нас с большим преобладанием. Вот характеристика одиночки, поэтому будем прокачивать пока что стараться Маэстро. Ну что же, сейчас у нас игра против Кардифа, которые идут на 21 месте. Мы на первой строчке и 10 очков лидерства. Поэтому в любом случае надо, надо до конца доигрывать нам этот сезон. Теперь у нас остался только чемпионшип, раз мы вылетели из Кубка Англии. Поэтому просто давайте уверенно доиграем сезон, выиграем его. И также, я надеюсь, я уже забыл, что там да как, возьмем первую еще и строчку бомбардирской гонки. Не знаю, в ассистентской, но в ассистентской это точно. Поэтому просто сезон имени Харь Волкера в чемпионшипе. Поэтому почему бы и нет, будем с вами, друзья, стараться и сегодня мы это, естественно, узнаем. Выиграли КПР чемпионство, станет ли Волкер МВП сезона. Вот, мы играем на выезде, снова дождливая погода. Мы уставшие, конечно, после игры с Астон Виллой, но вот такая вот, вот такое вот житие футболистов. Поехали. Ну что же, друзья, Кардиф против КПР, матч чемпионшипа. Так, успешные навесы. Значит, будем пытаться навешивать. Я не знаю, давайте оценку тогда возьму. Я посмотрел, я не знаю, говорил ли я это в предыдущих роликах или нет. Вот сейчас перед этим матчем посмотрел, какой рекорд в чемпионшипе по забитым мячам одним игроком за сезон. Им является Александр Митрович. В сезоне 21-22 за фулхом он забил 43 мяча. В принципе, история чемпионшипа не так обширна. Они там с 2004 до 2005 года, вот, просто увидел список бомбардировок, не знаю, скорее всего, может и появился. Чемпионшип, чемпионшип, именно как, в принципе, вот этот турнир под АПЛ Лигой. Поэтому 43 забитых мяча. И мы забиваем сразу же, уже на восьмой минуте. КПР выходит вперед. Поэтому у нас 36 мячей. Чеер, кстати, забил. 36 забитых мячей. Нам надо забить 7 за оставшиеся, ну, 2 месяца. Мы май даже, ну, не будем брать немножко в расчет, там одна игра. Вот, но март, апрель, все в наших руках. Вот и Чеер забил свой дебютный гол в этом сезоне. Поздравляем его с этим. Так, атака Кардифа. На фланге развивается. Уинтел через Роллса. Здесь спокойно. Правда, передача не точная. Поэтому выйти нам в атаку быстро не получилось. Тему Пуки. Через Уолкера. А, Уолкер отлично проходит. Еще одного. И надо забивать. И забивает Харри Уолкер. Счет у нас 2-0. 33-я минута. Если я все правильно, опять же, держу в уме. 37-й гол Харри Уолкера в этом сезоне только лишь в чемпионшипе. Ну, здесь просто на одном финте я двоих убрал. Просто только в разные стороны там так раскачал. Ну, замечательно. Уолкер. Замечательно. Уолкер движется вперед. Но никто его не встречает. Сочнее, встречает, но никто ничего сделать не может. Дубль. Дубль Харри Уолкера. 38-й гол. Забивает молодой Вингер. Просто все замечательно. Ну, такими темпами мы действительно обязаны побить рекорд Митровича. Я, кстати, не посмотрел. Может быть, Идиенко еще станет лучшим вратарем этого сезона. Вот только что хотел сказать, что у него много, наверное, сухих матчей. Ну, вот пропускаем с углового. На скорости проходит. И подавать надо. И подавать надо. Тему Пуки. Голевая передача от Харри Уолкера. В следующей же буквально атаке после пропущенного мяча. Уолкер отлично пронесся. И отлично подал еще и с левой ноги. Ну, вот посмотрите. Ну, вот раз корпусом оттеснил и подал. Просто выверенная передача с нерабочей левой ноги. И все супер. Понятно, что Пуки уже вряд ли догонит там Уолкера. Но Уолкер не боится за вот это. Что его догонит его же сокомандник. Он сам ассистирует на него. Пуки. Уолкер вообще как будто не замечает. Пуки будет ли дубль? Да. Дубль ТМ у Пуки. 5-1. 75-ая минута. Так, Уолкер. На подборе здесь отлично отыграл. На хэтрик побежит ли? Его прям держат. Его держат. Но не сдержали. Но не сдержали. Харри Уолкер забивает 3 мяча ворота Кардифа. Вот так вот. Когда увидел, что у Пуки тоже 2 забитых мяча за игру. Решил забить 3-й. Вот почему-то, кстати, не побежал к нему ТМ у Пуки. Не знаю, может быть заменили его уже на вот этот вот момент. Скорее всего, да. Ну, Уолкер просто шикарен. Просто шикарен. 39 забитых мячей у этого парня. На этом все. Разгромная выездная победа. Хэтрик Уолкера. Дубль Пуки. 1 забитый мяч от Чеера. У Уолкера 3-1. Он игрок матча. Так, ну и по заданиям. Выполнили оценку ниже 8-5. Но 10-0 не получилось сделать. Владение мячом 55%. Надо было сделать 52%. Но и успешные навесы у нас, к сожалению, не успешные. Но получили, я так понимаю, 20, какой он, 21 уровень или 22. Ну, в любом случае, 4 очка навыка нам дают. Пойдемте что-нибудь будем пытаться прокачивать. Я бы, не знаю, я, наверное, выносливость бы прокачал, потому что стал замечать, что не хватает. Где-то уже не хватает выносливости. Так, еще 3 очка у нас. Возьмем, давайте, атакующую позицию и ловкость у нас. Как-то это вот мало прокачанное. И последнее очко навыка, я не знаю даже куда. Давайте на короткие пасы попробуем. Потому что у нас большинство голевых это навесами. Почему бы и не попробовать еще и просто с хорошей распасовкой быть. Так, мы признаны игроком месяца. Вот тогда берем, так, очки. Маэстро мы, да, вроде планировали брать. Разместите в соцсетях сообщение, что вы рады наградить, но думаете, что в ближайшие месяцы вы сможете улучшить показатель. Конечно. Конечно. Так, а мы, получается, лучший игрок. Раз у нас сейчас март, значит, это лучший игрок февраля. Я правильно понимаю? Сейчас это просто глянуть. Так, вершит историю. Что это такое? 39 голов, статистика турнира 59. Прогнозируем голы 49. Матчи 36. Голы в 5 матчах 8. Статистика турнира 59. Ничего себе. Ну, то есть, 59, наверное, это, ну, как бы за всю историю еще и предыдущие турниры, которые были наподобие чемпионшипа, наверное, сюда притянули. Супер прекрасную игру. Волкеру доставят с наград. Ну, все супер. Так, ну, это я выложил, типа, пост, да? Вот, ну, стал игроком месяца уже, получается, в феврале. Так что супер. Так, ну, а мы накопили, кстати, на велосипеды и на костюмы знаменитого модельера. Ну, давайте мы, наверное, велосипед сначала будем покупать, чтобы наши вот тренировки, плюс вон еще и выносливость нам вообще просто замечательно. Поэтому все деньги на велосипед мы спускаем. И сейчас у нас битва за 6 очков, как говорится. Ну, у нас лидерство в 12 очков, но домашняя игра против Водфорда. Поэтому, в любом случае, матч интересный против хорошего и сильного соперника нашего уровня, так сказать. Скорее всего, мы вместе с Водфордом в следующем сезоне и выйдем в английскую премьер-лигу. Ну, выйдем в этом сезоне, играть будем уже в следующем. Что по составу Водфорда? Я знаю только Сара. Исмаила Сар вроде справа играет в полузащите. Марио Гаспар. Чуть хуже знаю. Все. Ну, посмотрим. Поехали, друзья. Итак, Лоптус Роуд. Мы снова на домашнем стадионе. Играем против Водфорда в рамках чемпионшипа и задания. Опять успешные навесы. И давайте точные передачи теперь попробуем. Самому интересно, получится или нет. 85% точных пасов нам сделать. Так, Тайму Пуки там готов. К нашему навесу. Там уже не Пуки или Пуки! И, конечно, просто я думал, как там Пуки немножко больше впереди был. А я назад навесил. Но Пуки все равно как-то успел, дотянулся и забил. Ну, просто шикарно, а! В первой же атаке КПР забивает. Снимает, наверное, все вопросы его победители. Матч здесь еще и вратарь отбил мяч в штангу и уже гол. Залетает. И вот Тайму Пуки. Обращаясь снова к истории, Пуки тоже был в одном из своих сезонов признан лучшим бомбардиром. Если не ошибаюсь, вот как раз он за Норвич играл. И, и, и забивает. И забивает Харри Волкер. 52-ая минута. Счет 2-0. У Волкера гол плюс пас за эту игру. Уверенная домашняя победа КПР над Вотфордом. У Волкера гол плюс пас. Волкер забил 40-ой гол в чемпионшипе. Осталось всего 3 забитых мяча до повторения рекорда Митровича. Вот 8,6 оценка. Пуки, кстати, тоже гол плюс пас. Поэтому все замечательно. Все ребята довольны. Так, по заданиям. Сделали только рейтинг матча. Точные навесы у нас 50% и точные передачи 66%. Ну что же, у нас выездная игра против 16. Так, понимаем, места Лутон Тауна. У нас пока что все замечательно. Все хорошо. По статистике, если посмотреть, 40 уже забитых мячей. Осталось 3 до повторения рекорда. Осталось 4 до того, чтобы поставить личный свой. Но нам почему-то в новостях говорят про 59 забитых мячей. Скорее всего, я придерживаюсь логики, что это в принципе за всю историю турнира, который был на ранг ниже, чем английская премьер-лига. Поэтому вот как-то так. То есть рекорд чемпионшипа это 43 забитых мяча. Рекорд под лиги АПЛ это 59. Ну, посмотрим. Поехали. Итак, игра Лутон Таун КПР. Мы на Курт Лейне. Я не знаю, почему в правом нижнем углу вот этот значок друзей горит. Странно, но да ладно. Если что, перезайдем. Ну что же, задание. Оценка ниже 8.5. Командное владение и удар поворот. Ну давайте удары возьмем, почему бы и нет. Так, проходим и пробиваем сразу. Ну вот тут как-то, я не знаю, игра какая-то вязка вот прям началась. Я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, вообще влияет ли погодные условия, но как-то вот он прям как будто не бежит. Я не знаю, как будто уже 90 минут мы отыграли. А здесь всего лишь 8 минут, а вот уже как-то вот все вязко вот это тянется прям. Не знаю, но гол забили. Вышли вперед. 41-й гол там, я не знаю, в каких 39-ти играх. 38-ми даже вот. Поэтому просто все супер у нас. Так, вторая попытка. Но вот здесь снова обыгрываем и выход 1 на 1. И реализуем. Отлично. 27-ая минута. Счет у нас 2-0. 42-й забитый мяч. Если делаем хэт-трик в этой игре, то напомню, что повторяем рекорд, забиваем покер. Сразу же ставим уже просто в ближайшие вот буквально матчи. Я-то думал, что действительно проблематично будет. У нас там несколько игр оставалось до конца сезона. Около 6-ти вроде. А здесь мы все за 2-3 матча закончили. Так, Уиллок. И забивает Боне на 85-й минуте. Счет у нас разгромный. 3-0. Поэтому спокойно. Если не в этой игре мы забьем этот злополучный 43-й мяч, в любом случае у нас еще куча матчей впереди. И пропускаем. На 93-й дополнительной минуте. В итоге Лутон Таун отыгрывает 1 мяч. Гул престижа. Забивает Джеймс Бри. Но они там уже все в атаку, потому что пошли. В любом случае уверенная выездная победа. Со счетом 3-1. Дубль на счету Харри Уолкера. Он становится игроком матча. Так, ну и по заданиям. Выполнили рейтинг матча и удары в створ. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Рейдинга. Они идут на 15-й строчке. У них в активе 50 очков. У нас уже 91. Составы на ваших экранах. У них я вижу. Ну это Энди Кэррол, скорее всего, в нападении. Ну, посмотрим. Поехали. Итак, Молтон Роуд. Рейдинг против КПР. Это чемпионшип. Так, надеюсь, мы не успели. Точнее, скипнул я задание. Выбрали рейтинг матча. Удар в створ и точно на вес. Ну, скорее всего, так бы я бы тоже и выбрал. Поехали. Вот опасный момент. Хендрикс с мячом. Подача и забивает Инс. 1-0. Рейдинг выходит вперед. Вот отличная передача. И Волкер забивает, сравнивает счет. И повторил Харри Волкер рекорд чемпионшипа по забитым мячам за один сезон. Буквально это достижение было два года назад поставлено Александром Митровичем. Ну и теперь Харри Волкер повторил рекорд. Остался один мяч для того, чтобы его побить. Ну и очень много матча еще у нас впереди, чтобы как можно больше постараться забить. Чтобы в ближайшем будущем никто не смог опередить. Так, неплохо. Волкер. Ну что, Волкер сразу же, что ли? Две минуты? Нет. Ух, как Пуки-то еще здесь забил. Это вообще замечательно. Я думал, сейчас Волкер просто за две минуты перевернет игру и повторит рекорд. Потом еще и побьет его. Но пока что после удара Волкера здесь через себя забил Тему Пуки. И вывел вперед КПР в выездном матче. Ну удар шикарный, там никто уже не накрывал. Вратарь был не удел. Финальный сысток. Минимальная выездная победа. А еще и она и получается и волевая. Надо рейдингом. Ну, Волкер забил 43-й мяч уже в чемпионате. Стал игроком матча. Хоть у Пуки вроде как нам сейчас там показали гол плюс пас. Если я все правильно не увидел. Да, гол плюс пас, но оценка 8,2. Итак, четыре удара в створ мы нанесли. Это единственное здание, которое мы выполнили. Рейтинг в матче не получили и ни одного точно навеса мы не делали. Итак, победа в дерби. Ну и берем мы очки. Маэстро в разговоре с журналистами. Скажите, как вы рады, что команда так сыграла в матче, который столько значил для наших болельщиков. Ну не только для болельщиков, а для нас тоже. Лично для Харри Волкера 43-й мяч в сезоне. Ну что же, матч против Весбромвича. Мы играем дома. У нас 94 очка. 100 очков мы точно, скорее всего, уже даже больше наберем. Поэтому составы соперников на наших экранах. Поехали. Мы снова дома. И снова проливной дождь на игре. Задание оценки ниже 8,5. А два удара по воротам не проиграть. Давайте мы даже постараемся выиграть. Фланг отыграться. Абстайда не было. Волкер. Но нужно ставить рекорд. Нужно ставить рекорд. И Волкер забивает 44-й гол в чемпионате. Ну и ставит рекорд. Творится история, друзья, у вас на глазах. Ну вот если вспоминать карьеру за Хавьера Муниаса, которая была в FIFA 22, там мы тоже в последнем сезоне поставили рекорд по забитым мячам в чемпионате Испании. Обогнали Лионеля Месси, если не ошибаюсь, того именно сезона, когда он забивал 91 гол в сезоне. Но мы поставили рекорд именно по голам в чемпионате. У него вроде было 50 забитых мячей. Хавьер Муниас забил 51 гол и опередил тем самым Лионеля Месси. На этом самом месте мы и закончили карьеру за Хавьера Муниаса. Но она у него продолжается в этой же карьере. Не знаю, будем как-то, наверное, попробуем последить. Выиграет ли Мадридский Реал вместе с Хавьером Муниасом долгожданную лигу чемпионов, которую мы так и не смогли выиграть в карьере. Опасный и пропускаем. Сразу же буквально пропускаем Йокуслу. На 69-й минуте после углового забивает. И неплохо на Уиллока отдает Волкер, но забивать надо. Надо забивать и забивает Уиллок. Победный, я надеюсь, гол на 80-й минуте с голевой от Волкера. Просто замечательно. А Уолкер-то еще из капитанской повязки вон ходит. Скорее всего, кого-то заменили. И Волкер, ну и обижал, помогал хоть как-то. Но там уже нажал под конец на удар. Крикнул Уиллоку «Бей!». И вот он забил пятый гол в 28-ми играх. Финальный свисток и минимальная домашняя победа над Вестбромичем. Уолкер забил исторический 44-й гол в чемпионате за КПР. Это рекорд. Но еще и Гулп и Спас за эту встречу. Лучший игрок встречи. Так, ну и по заданиям. 4 удара в створ у нас. И задачу не проиграть мы выполнили. Не получилось рейтинг матча сделать. Итак, у нас 22-й уровень. И отправляемся мы снова в развитие навыков. Я как только получу максимальный уровень, я не помню какой он. Я, естественно, буду где-то гайды какие-то искать на позицию ПФА, чтобы вот нам полностью правильно вот эти вот характеристики расставить. Ну а пока что я ставлю то, что, как мне кажется, нам не хватает. Так, 2 очка мы отдаем на скорость рывка. Попробуем что-нибудь сюда сделать. Ну и давайте точность штрафных. 1 балл сюда. Я не знаю, вот точность игры головой на меня не навешивают, потому что чаще всего я навешиваю. Ну и на пенальти. Все, у нас 80-й рейтинг так и остается, или 81-й будет? 81-й. А пока что вот так. Немножко вот прокачались. Так, ну что же, март у нас закончился. Ну и номинанты. Видим 2 игрока из Бёрнли. 1 из Кавинтри вроде. Да, Кавинтри, Ситимур. Браунхилл и Дрисаглу из Бёрнли. И вот Волкер из КПР. Ну и вот, все замечательно. За 40 игр мы смогли забить 44 мяча. Друзья, понятно, что более-менее было ожидаемо, потому что мы все-таки играем за одного вот этого игрока, все понятно. Но сверху вы прибавляете еще и 34 голевые передачи. Вы представляете? 78 результативных действий за 40 игр. Это просто космос, а не цифры. Ну и тот же Пуки, тоже давайте его не будем забывать. 15 голевых и 31 гол. 46 голевых действий у него в 38 играх. Понятно, что он там полсезона все-таки еще не за нас играл. Его подписали зимой. Но теперь, ну, просто замечательно. Два топовых игрока в одной команде, поэтому все суть. Ну что же, сейчас у нас игра против Бирмингема. Мы играем на выезде. И сейчас вот какая ситуация у нас происходит. У нас стало 6 игр до конца чемпионшипа. У нас лидерство в 15 очков, но за эти 6 игр можно получить 18, если выиграют все. Я про то, что если Водфорд выигрывает все оставшиеся 6 матчей, а мы их проигрываем, Водфорд набирает 100 очков. Но в случае того, что если мы сейчас обыграем Бирмингем, то и у нас будет 100 очков. И, скорее всего, там по личным встречам мы в любом случае обойдем Водфорд. То есть примерно 1-2 игры, для нас желательно положительный исход, 2 победы и все. КПР становится чемпионом. Поэтому сейчас очень важно набирать очки, не терять, просто не растерять наше преимущество. Итак, Бирмингем против КПРа. Поехали. Итак, выездная игра и задание на матч. Оценка ниже 8.5. Успешные навесы и обводки. Это вот давайте обводки возьмем. Давно их не было, но понимаем, что значит еще и надо стараться навешивать. Поэтому чуть реже будем в этом матче смещаться в центр тот же самый. Ну, более фланговым игроком попробуем быть сейчас. И мы пропускаем. Не успел, конечно, камеру здесь переключить, но забивает на 14-м минуте Кантера. Бирмингем выходит вперед. Давайте вот посмотрим, как это было. Ну, просто передача в центр, провал защитников. Не уследили за игроком, и мы пропускаем. Волкер пошел. Одного усадил и продолжает движение дальше. Ну и с левой, может, ноги? Да. А вот просто все шикарно здесь было. 1-1. 42-я минута. Волкер продолжает увеличивать количество забитых мячей в чемпионшипе. Увеличивая рекорд по забитым мячам за один сезон. Здесь все было шикарно. Двух убрал. Один просто улетел. Там пытался что-то в концовке уже еле-еле дотянуться. Но вот с левой нерабочей ноги в дальний угол. Замечательно. В итоге Харри Волкер забивает уже 45-й гол в 41-м матче. Квилок через Харри Волкера. Вот лонгшот не вышел. А вот здесь-то. А вот здесь-то забивает Йоханссон. Тут такой вот рикошета прямо на него мяч. Отлетает и выходит КПР вперед. Но в любом случае, то есть это, я не знаю, как-то учитывается, скорее всего, в футболе именно реальном. Ну вот Волкер взял, пробил. Рикошетом после этого удара мяч отскакивает партнера. То есть, ну, как будто бы, знаете, участие в этой атаке тоже за Волкером было. Атака Бирмингема в концовке. Кантера. И забивает. Вот на 92-ю уже там на пунктной минуте забивает дубль Кантера. Вырывает ничью. И КПР за долгое время теряет очки. То есть, ну, победная серия, так сказать, завершена. Но в любом случае, ну, чемпионство, я не знаю. Ну, сейчас что-то вот прям... Скорее всего, да. В этой игре мы стали чемпионами. А скорее всего, потому что, может быть, Водфорд потерял очки. То есть, вот. Понятно, что Кантера нам немножечко праздник испортил. Мы стали чемпионами на выезде в Бирмингеме. Вот. И не знаю, будет ли вручение все-таки перенесено на домашний стадион. То есть, на следующую домашнюю игру. Ну, вот сейчас давайте досмотрим эту вот кат-цену. Потому что у нас это все-таки, ну, первый трофей. Не знаю, будут ли вручать или нет. Может быть, два раза выручат и здесь. Нет, здесь все закончено. То есть, мы стали чемпионами, да. Но вручение уже будет при домашних трибунах. Ну, и лучшим игроком, естественно, признан Кантера. У него 9.0. А оценка забил дубль. Так, ну и по заданиям мы делали лишь только успешные обводки. 62%. А, так, празднование, скорее всего, было из-за того, что вот КПР гарантировали продвижение. То, что мы уже точно сыграем в английской премьер-лиге в следующем сезоне. Голы карьеры, кстати, 50. Вот. 45 матчей. За 45 матчей мы забили 50 голов. 35 еще голевых передач, 18 лет и у нас, татаранферная стоимость 66 миллионов. Ну, просто замечательно. Ну, тоже вот это вот интересно, что выкладывает. Ну, понятно, что мы сейчас только именно за КПР забили, потому что это наш пока что единственный клуб в карьере. Вот 50 голов. Интересно, будет ли так в следующем клубе уже показано, в каких клубах там, может быть, забивал Харри Уолкер. Так, а у нас почему-то появилась здесь слабая тренерская работа. Я не знаю, почему. Вроде бы все у нас нормально. Нет, да? Так, вы все поддерживаете тренера. Так, вроде очки маэстро нам надо вот поговорить с тренером. Давайте мы поговорим. 30 очков маэстро мы получаем. Так, а у нас балагун, подарок на завершение карьеры. 20 тысяч нам надо накопить через 13 дней. Ну, поздравим, проводим нашего ветерана. Нашего капитана. Итак, 5 матчей у нас остается в чемпионшипе. За 5 матчей, напоминаю, можно получить 15 очков. 82 плюс 15, это получается 97. То есть, в любом случае, это уже все. Почему-то, ну, только в новостях об этом, ну, никто ничего не говорит, что КПР становится чемпионом. Так, ждем повторения спектакля в первом круге. Это ладно. Ну, скорее всего, просто перенесли церемонию. Вот, мы сейчас играем дома против Блэкпула на 21 месте, который идет команда. Поэтому как-то так. Вот, вы игрок месяца. То есть, мы еще и по итогам марта стали игроком месяца. Просто замечательно. Так, очки маэстро мы получаем. Ну что же, домашняя игра, в которой мы завоюем чемпионство уже вроде бы в любом случае. КПР против Блэкпула. Поехали. Ну что же, Лофтус Роуд, полные трибуны. Я, кстати, вот тоже это бы надо было посмотреть, когда КПР в последний раз становился чемпионом. Вот, просто интересно. КПР с большой историей клуб. Скорее всего, это не точно, мы проверим обязательно эту информацию. Скорее всего, и выигрывали английскую премьер-лигу в каких-нибудь там далеких годах. Выигрывали, ну, должны были, скорее всего, выигрывать чемпионшип когда-нибудь. Но вот он сразу же момент и неточный удар от Харри Уолкера. В атаке Блэкпулл, в концовке первого тайма, Андерсон, удар и гол. Вот. Не дотерпели, где-то мы здесь не додержали. И вот в самой концовке тайма пропускаем от Андерсона. Уолкер с мячом. Надо забивать в этом моменте, потому что у нас риск уйти с поля. Да! Уолкер забивает. Ну, можно сказать, в чемпионской игре. В той игре, когда у нас будет награждение. Все-таки забивает. И я надеюсь, теперь вряд ли уйдет с поля. Надеюсь, просто на славу не пронесся. И в дальний угол мощно пробил. 1-1. На 81-й минуте. Финальный свисток. И вторую игру подряд. КПР теряет очки. Играет в ничью. Но. Но. Смотрим, будет ли. Да. Будет же награждение. Вот оно и награждение. Итак. По достижениям КПР. Ну, в принципе, в истории. В английской премьер-лиге. В сезоне 75-76. КПР стали вице-чемпионами. Заняли второе место. На первом месте тогда был Ливерпуль. Но совсем недавно КПР выигрывал и чемпионшип в сезоне 2010-2011. Первый раз был в 82-83 году. И второй раз в 10-11. Ну и получается, что третье чемпионство в чемпионшипе у КПРа. Именно пришелся на вот этот вот сезон 22-23 с Харри Уолкером в составе. Так, трофеи, естественно, поднимать будет наш капитан Балагун, который завершает карьеру после этого сезона. Все. Чемпионство за КПР. Харри Уолкер в рядах лидеров. Хотя роль в составе, я заходил и смотрел в центр состава, у него ротационная. Ключевые игроки там Пуки, Лейерт, Балагун. Но Уолкер, наверное, за то, что просто это был его еще начальный контракт с КПРом, до сих пор ротационный игрок. Но тренер доверяет игроку, а Букс Кайтовый вот доверие оправдалось. Все замечательно. Конечно, уже в последних выпусках и так было понятно, что такой отрыв не растеряет КПР, Восфорд не догонит. Но в самом там, в начале середины сезона были еще все-таки вопросики. Конкуренция была значительная. И вот КПР эту конкуренцию выдержал и выигрывает чемпионшип. Так, кто же все-таки станет игроком встречи? Так, ну не Волкер, у него 7,7 оценка, стал Ятас, который дал голевую передачу на вот этот единственный забитый мяч Блэкпула. Так, ну и по заданиям участия в голах мы сделали и точные навесы, 50%, вот только не получился рейтинг матча. Так, ну и давайте все-таки подарок сделаем Балагуну, 20 тысяч евро, отдаем за 50 очков стержня. Вот я не помню, а сколько вот у нас сейчас в принципе у Волкера зарплата, там, тысяч 5 в неделю, наверное, если я ничего не путаю. Так, моя карьера, нет, 4200 даже, то есть, представляете, мы больше, чем месячную зарплату сейчас отдали, но для легенды ничего не жалко. То есть, у нас какие-то, скорее всего, отложения точно были. Так, ну и здесь Волкер на первом месте, 46 забитых мячей. Ну не знаю, осталось у нас сколько там, 4 игры, надо постараться забить чуть больше 50. Вот. Играем против Бернли на выезде. Команда из топ-3 тоже борется за еще прямое, так сказать, попадание вместе с Уотфордом, поэтому, ну, они вот будут заряжены. Мы сейчас уже более-менее как-то расслаблены, мы уже точно стали чемпионами и точно выйдем в английскую премьер-лигу, а вот Бернли еще борется, поэтому еще и на их поле будем играть. Состав на ваших экранах, поехали. Ну что же, первая игра в качестве уже точно чемпионов, ну и снова вот забить гол, отдать Гольвы, либо забить гол за пределы штрафной, значит, берем оценку. Если что-то из тех заданий выполним, оценка сама по себе наберется. И передача на тему, пуки, голевая передача, отлично, 11-ая минута, КПР выходит вперед на выезде. Вот, немножечко испортили, немножечко испортили настроение перед вот этими вот матчами, в которых КПР стали чемпионами. Дважды сыграли в ничью, 2-2 и 1-1, поэтому надо вот концовку сезона провести на максимуме, все-таки будет тоже более-менее и тренеру, понятно, и руководству команды. Кто из игроков пойдет дальше с командой в английскую премьер-лигу, потому что сезон переходящий для клуба, уровень будет завышен, естественно. Финальный слисток, минимальная выездная победа над Бернли. Снова вот эти вот какие-то мощные праздники, я не знаю, но теперь, наверное, каждая наша победа будет так восприниматься. Аплодируем болельщикам, которые приехали, ну это, наверное, 3 максимума вот игры, то есть первая, в которой мы точно там вышли в АПЛ, вторая это церемония награждения уже на домашнем поле и сейчас уже в качестве, ну я не знаю, там чемпионов. Ну просто вот такие круги, ну странные, я не знаю. Либо это все-таки наша долгожданная победа, мы все-таки впервые за 3 матча выиграли, но до этого в 2 раза ничего играли. Ну вот как-то так, все, то есть действительно это просто в кругу попрыгали, вот и все. Лучшим игроком стал Пуки, 7-9 у него оценка, он забил единственный гол в этом матче. Итак, и участие в голах, мы сделали только вот единственное вот задание. Ну что же, у нас осталось 3 игры и у нас 46 забитых мячей, ну в принципе все у нас реально по планам. 4 мяча забить за самые 3 игры, будем в любом случае пробовать, тем более у нас сейчас выездная игра против 20 строчки, против Миловала, ну посмотрим. Составы на шкранах, поехали. Итак, задание на матч против Миловала, оценка ниже 8-5, не проиграть и снова обводки. Давайте обводки тогда возьмем. В принципе можно было и взять задачу, что мы точно победим, но почему-то решил именно взять обводки, посмотрим. Так, Пуки, передача на Уолкера, ну и тот в сольном опять проходе, выход 1 на 1. И 47 мяч, ну просто все замечательно, быстро мы забили, ну и теперь как бы наша задача забить 50 голов в чемпионате. Становится более-менее реальной, еще, ну можно сказать, 2,5 матча у нас в запасе. Можно, в принципе, и в этом матче просто 4 мяча забить, почему бы и нет. Так, мяч получает Харри Уолкер. С фланга он смещается в центр и снова никто его вот не встречает. И это дубль. Очень быстро он забивает, я не знаю, возьмет ли он мяч в руки, нет, не берет. Я просто хотел взять, чтобы побыстрее все это разыграть. И в итоге 2 забитых мяча за первые 30 минут и осталось 2 мяча еще. То есть просто надо Ctrl-C, Ctrl-V и будет все у нас замечательно и 50 забитых мячей. Так, хорошая передача во фланг на Тему Пуки. И он отдает замечательную. Ну и надо забивать, это хэтрик. Это хэтрик Харри Уолкера. Давно, давно мы не видели 3 забитых мячей этого парня. Но в любом случае, 2 игры у нас остается, плюс еще концовка этого матча и 1 гол. 1 гол отделяет до юбилейного 50-го мяча в чемпионате за 1 сезон. Так, Уолкер. Неплохо. И забивает. Все, как я и сказал. 4 забитых мяча у Харри Уолкера за 1 игру и все. Просто за 1 матч. Он успокоил и себя, наверное, и личных его фанатов, чтобы получится забить 50 мячей. За, ну сколько там получается, 44 матча. И вот так вот шикарно в дальний угол забивает Харри Уолкер. И забивает еще и Уолкер. Счет 5-0 на 85-й минуте. Решил и Уолк забить свой гол. Финальный сесток. Разгромная выездная победа 5-0. Покер от Харри Уолкера и 50 забитых мячей в чемпионате. Ну, такой рекорд, мне кажется, не скоро точно кто-то побьет. Ну и лучший игрок, естественно, Уолкер. 8-9 у него оценка. Ну и по заданиям. Выполнили рейтинг матча, не проиграли. И успешно обводки 61%. У нас уже даже забитые мячи не вмещаются в графу. 103 забитых мяча. Ну, просто шикарный результат. Так, и у нас 23 уровень. 4 очка навыков. Пойдемте что-нибудь прокачаем. Я, в принципе, вот что предлагаю. У нас все, в принципе, это замечательно. Вот. То есть, там и по голевым передачам, и по ударам. Я бы просто, наверное, попробовал бы накопить вот это вот одно очко навыка. Либо же, я не знаю, откуда-нибудь взять. Знать бы откуда. Ну, вот тот же напор. Давайте тогда вот так и сделаем. Просто забираем напор и ставим в архетип таран. То есть, такой вот таранный вингер у нас будет. Ну, с силой, мощной будет всех отталкивать. Ну, попробуем тоже, почему бы и нет. В любом случае, потом, если что, мы будем переделывать. Так, и здесь, я не знаю, почему. Ну, второй раз у нас решение выпадает Балагуну на подарок. Вот. У меня 10 тысяч, я не знаю. Там через 13 дней. То есть, за 13 дней мы там 9 тысяч получим. Я не знаю, если получится, то подарим. Если нет. Ну, к сожалению, мы не успели, значит, второй раз накопить. Вот. Ну, не знаю, почему два раза. Ну, если нам такое дается, давайте будем тратить. Все равно что-то мы взамен вот эти вот очки стержня маэстро там получаем. Итак, мы играем дома против Уиган Атлетика. Они идут на 19 месте. Если я не ошибаюсь, давайте просто посмотрим. Может быть, это, в принципе, наша последняя игра дома. Так, это домашняя. Нет. Предпоследняя. Две оставшиеся игры. Обе проводим дома. 50 забитых мячей у меня уже на счету. 35 телевых передач. Ну, просто все замечательно. Итак, КПР против Уигана. Поехали. Ну, что же, задание на игру. Оценки ниже 8.5. Два удара по оборотам. И снова обводки. Я не знаю, на самом деле. Обводки что-то не получается. Но давайте попробуем три удара по оборотам Уиган Атлетика нанести. И вот так вот. В ближний угол Харри Уолкер забивает 51 мяч. Почему-то не ближе к болельщикам. Я не знаю, почему. Может быть, его уже, в принципе, не принимают как игрока КПР. Потому что слухи об уходе длятся с зимы. Когда мы там запрос на трансфер подавали, все дела. Потому что мы планировали, в принципе, уйти. Но предложения хороших не было. Поэтому мы остались. И забивает все-таки Шадипо. Понятно, что не отдали мы там голевую передачу. Там лишь предголевая. Но я, в принципе, отдавал пас. В надежде на то, что партнер пробьет. Но в итоге нет. И все. Финальный свисток. Уверенная домашняя победа. Единственный мяч. На счету Волкера. Ну и Шадипо забил. Поэтому 2-0. Но Волкер забил единственный мяч в этом матче. Пытался отдать еще на пуки. В начале игры. Но там был офсайт. Ну, лучшим игроком признал Волкер. 8,3 оценка. Так. По заданиям ударов в створ мы выполнили. Успешной обводки. 55%. Так. Кандидаты на звание игрока месяца в апреле. Ну и снова один игрок из КПР. Один из Норвича. Один из Рейдинга. Айс Престон, прошу прощения. И один из Норвича. Ну, посмотрим. То есть, у Волкера, во-первых, есть покер в матче против Милова. В принципе, там, ну, 50 мячей в апреле именно вот он эту цифру достиг. Я не знаю. Посмотрим. В любом случае, через пару дней объявят. Ну и кто бы сомневался, Волкер признан игроком месяца. Вот. Как-то так. Сейчас, смотрите. Рыночная стоимость 65,5 миллионов. Так. Ну, снова даем интервью по поводу того, что мы стали игроком месяца. Очки. Маэстро, вроде, мы берем. Ну что же. У нас финальная игра в чемпионате. И здесь, в принципе, уже все понятно. КПР на первом месте. Уотфорд на втором. Его уже Берли не догонит. Поэтому там уже будет чисто борьба за четверку. Третье, четвертое, пятое, шестое место. Посмотрим. У Шеффилда есть еще шанс туда попасть. Есть у Суонси. У Халл-Сити уже нет. Поэтому, если Кавентри проигрывает, а Шеффилд или Суонси выиграют, то они, в принципе, могут туда попасть. Вот. Какая у нас ситуация. Ну, у Суонси вообще мало шансов за то, что у них маленькая разница мячей. Ну, посмотрим. Мы играем против Норвича. Они, в принципе, уже себе обезопасили неплохо. А зону стыковых, так сказать, вот этих матчей, они будут еще сейчас... Борьбу за плей-офф играть. Ну, там это тоже расположение какое-то имеет. Третья строчка, если я не ошибаюсь, будет играть шестой. Четвертая с пятой. Вот. Так что, посмотрим. Последняя игра. Скорее всего, в принципе, у Волкера последняя игра за КПР. Сейчас, если мы становимся игроком матча, надо хорошую оценку получить, чтобы стать игроком месяца, потому что у нас единственная игра в мае. Поехали. Итак, задание на последнюю игру. Оценка ниже 8.5. Не проиграть. И снова Аблосли. Давайте попробуем выиграть. Я понимаю, что здесь все-таки команда посильнее, но... Мы в хорошей форме, я так полагаю. И вот опасный выход 1 на 1. Волкер забивает от штанги, но просто вколачивает. 33-я минута. Вот опять же, не бежит он к болельщикам. Я не знаю почему. Может быть, просто из-за строения стадиона. Все может быть. И пропускаем. Вот как это было-то сейчас. Там же вроде вратарь даже наш отбил. Смотрим еще раз. Там руки-салфетки, наверное, были сейчас. А нет. Кстати, не отбил. Просто притирку со штангой пробил Сара. И все. Финальный цвисток финальной игры сезона. Теряем очки в матче против Норвича. Но все-таки им эти очки были, ну, важнее, наверное. Разницы особо не было. Они вроде никуда и не поднялись бы, но не суть. В любом случае, Харри Уолкер становится игроком матча. 79 у него оценка. 1 забитый мяч. Скорее всего, вряд ли он получит игрока месяца. С такой оценкой. Ну, вдруг там кто-то дубль забил и все. Поэтому сразу оценка выше 8 будет. Ну, посмотрим. Мы не проиграли. Успешно обводки 81%. Но не получилось рейтинг матча сделать. Так, ну и по новостям. Лучший игрок турнира. Здесь на Харри Уолкер, кто бы сомневался. Лучший голкипер. Это Мадука Акоя из Уотфорда. Так, а там, кстати, Ливерпуль выиграл. Ну, это Кубок Англии, не чемпионский титул. Так, команда. Это вот команда турнира и из КПР. Это Дик, Балагун, Леярд, Уолкер и Тему Пуки. Вот как-то так. Так, ну и вот наша пресс-конференция. Вы игрок сезона. Просто так же выполняем на очки Маэстро. Так, Балагун. Встекает у нас через 22 дня. Давайте еще раз, еще один ему подарок сделаем. Итак, летние каникулы у нас. Так, условия не выполнили. Это 5000. Нам очки и одиночки-то не нужны. Мы берем отпуск с друзьями. Так, прочитаем книгу о легенде клуба. Так, ну а нам, кстати, ничего не говорили по поводу... Вот, кстати, у Тоттенхэма Лига Чемпионов, как бы. И почему-то трофею не здесь, но это баг уже понятный. Но выиграли, я так понимаю, не Лигу Конференций. Раз баннер такой, потому что мне кажется, Тоттенхэм вряд ли бы Лигу Чемпионов взял. Ну, как-то так. Я не понимаю, почему сейчас не говорят, кто игрок месяца. Странно, но да ладно, я просто этого-то момента и ждал. Поэтому давайте тогда будем подводить итоги сезона. Там уже вроде как все матчи сыграны, я надеюсь. Итак, вот ТОП-8 Чемпионшипа. Сейчас мы посмотрим, как сыграли там плей-офф, сыграли ли его вообще, в принципе, до конца. Ливерпуль в итоге выиграл Кубок Англии. С чем мы их и поздравляем. Кубок Араба выиграл Манчестер Сити. Так вот, Престон и Кавентри, кстати, представляете, в Водфорд. А, Водфорд-то с нами, да, вышли. Поэтому вот Норвич проиграли Престону в двухматчевом предстоянии. То есть все команды, которые, получается, пятая и шестая строчка. Они сейчас, вот пятая и шестая строчка попадет в английскую премьер-либу. Представляете, ни Берли, ни Норвич. Вот так вот. Так что давайте еще немножечко пару дней буквально просимулируем до 10-го, к примеру, числа. Чтобы точно уже понимать, с кем мы выходим. Но вот больше всего это действительно обидно за Берли и Норвич. Но в итоге проходит даже Кавентри. Вы представляете, шестое место попадает в АПЛ. Ну, вот так вот. Так, это наш председательный турнир. Интересно, Суперкубок выиграл Реал, обыграл Айнтрахт. Лигу чемпионов... Нет, все-таки это значит, что Баг был в оформлении. Прикиньте, Тоттенхэм выиграл Лигу чемпионов. Вот тогда. Лигу Европы выигрывает Рома. Обыграл, кстати, по пенальти Баварию. Ну и Ницца обыграла Ферантину в Лиге конференций. Все. В сборную Англии нас не вызывают. В принципе, тут еще квалификация идет до чемпионата Европы. Но нас еще ни разу не вызывали. Так, у нас 24-й уровень. Снова очередные 4 очка нам навыков дают. Давайте будем видение поля прокачивать. Вот, короткие передачи и видение поля. Так, а мы все, да? Все получается. Мы скачали. Ну вот 81-й общий рейтинг у нас так и остается. Ну а теперь перейдем к сезону, наверное, по другим лигам. Во-первых, премьер-лиги. Как закончили, чемпионом стал Манчестер-Сити. Ну тут тоже 16 очков. Преимущественно для Ливерпуля. Кто вылетел? Брэнфорд, Бормут и, кстати, Эвертон. Ну, все-таки здесь уже поплатились не в том году, так в этом они вылетают. Так, Бундеслига, кому интересно. Лейпциг сенсационно стал чемпионом. Там Бавария тоже как-то сдала, раз даже в финале Лиги Европы проиграли. И вот Ла Лига. Там все-таки Хавьер Муния сыграл в мадридском реале. Ну вот, 81 очко на счету у них не выиграли чемпионат. В серии Арома, кстати, стала чемпионом. Ну и во Франции, скорее всего, все понятно. Да, нет, ничего не понятно. Леон обошел ПСЖ. То есть, вот так вот. Прямо год небольших сенсаций. Ну и по бомбардирам. Волкер. Лучший бомбардир чемпионшипа. Лучший ассистент по Кубку Англии. И Волкер на втором месте его на два мяча обошел. Диас, но у него и матчи было на четыре больше. По голевым я вроде не отдавал. Ну и все. Больше-то мы, в принципе, нигде не участвовали. Не помню, играли мы на Кубок Карабау или нет. Скорее всего, играли, но может быть, я там просто не забивал. Все. Быстренько вот я пробегаюсь по лучшим там бомбардирам-ассистентам. Ну, бомбардирам, точнее. Всех турниров. Поэтому вот как-то так. Так, теперь мне интересно посмотреть на статистику команды. Почему и что там произошло с Хавьером Муниасом? Он вообще играет? Хавьер Муниас. Представляете, а почему его ни разу-то не выпустили? Вот это мне интересно. Действительно интересно. Ни одного матча он в Лиге Чемпионов не провел. Триат Морес 12 матчей провел. 8 мячей забил. Бензема 12 мячей. Ну, я не знаю. 93-й рейтинг. Я вроде его даже прямо в стартовый состав добавлял. Но почему-то игра решила его просто замариновать. Так, компания по продвижению социального многообразия. Согласитесь официально представлять компанию за личностное многообразие в вашем клубе? Ну, соглашаемся. Почему бы и нет? Все-таки награды неплохие дают. Бесплатно тем более. Так, у нас стало доступно. Это заказ костюмов знаменитого модельера. Ну, берем. Правда, очки одиночки надают. Но ничего страшного. То есть постепенно мы все будем вот это вот приобретать. Потом и инвестировать там. Так что посмотрим. Ну, что же, итоги сезона. Первое место в чемпионшипе. Вылетели в пятом раунде Кубка Англии. Ну, и на этом как бы все. Я не зашел, не посмотрел там нашу статистику, к сожалению, по игроку. Ну, да. Здесь это уже чисто мой минус, косяк. Там голевые передачи, в принципе, по ходу сезона. Ну, в общем-то, мы, в принципе, много нас забивали. Раздавали. Вот здесь странно, что раньше всегда нам в почте приходилось, что типа, вот круто, вот посмотри свои итоги. Ну, теперь, к сожалению, нет. Ну, что же. На этом самом месте мы и закончим выпуск. Следующие уже выпуски будут проходить у нас на стриме. Будем там дальше отыгрывать. Надеюсь, так более-менее что-то у нас выйдет, хотя бы из этой карьеры. Ну, вот, целый FIFA-шный год мы прошли только, вот, к сожалению, один сезон карьеры за игрока. Ну, вот, на стримах будем нагонять упущенное. Друзья, всем спасибо большое, кто был, кто был уже привык к стримам. Кто смотрел этот выпуск, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это ожиданная встреча, друзья, всем до свидания.